Приветствую вас в свой ответ. Я бы хотел начать с того, чтобы вот заметить, ваши родные говорят вам, что они приедут, чтобы вы накрывали стол. То есть, получается, что они знают, что вы студентка, знают, что вы не всегда успеваете делать то, что нужно. Знают, что вы, в принципе, не можете без ущерба для себя обеспечить достойный прием. И вообще этот прием вам не в радость, а скорее в тягость. И тем не менее, они это делают. Тем не менее, они действительно, ну, стараются к вам приехать. Возникает вопрос, ну, если они в курсе того, что вы делаете, в курсе того, как вы живете, то зачем приезжать? Казалось бы, зачем создавать вам излишний хлопот? Но они это делают. Давайте спросим себя, а почему они это делают? И попытаемся ответить на этот вопрос. Я думаю, что вы сами, в глубине души, понимаете, почему они так себя ведут. Я думаю, вы понимаете, что они действуют таким образом, потому, что их интересует только то, что хотят они. И совершенно, практически не интересует то, чего хотите вы. Ну, это, если угодно, такое вот, немного эгоистичное поведение ваших родных людей. И обвинять их, винить их за то, что они вот так себя ведут, по-своему смысл не имеет. У каждого, в том числе и у них, ну, к сожалению, наверное, свои представления о том, какими должны быть отношения между родными людьми. И если у них такое представлением, то вряд ли вы сможете это представление поменять. Пожалуй, менять даже не стоит, потому что, ну, все равно хорошего из этого ничего не получится. Изменить вы не измените отношения, а вот, как бы, поругаться, поругаясь с ними. У меня возникает к вам другой вопрос. А почему вы не можете сказать своими родными, что у вас, например, дела, что вы, например, заняты, что вы, например, не можете их принять, что пока у вас, там, ну, например, пока у вас другие планы, пока у вас другие заботы и так далее. Вот что мешает вам это сказать им? Если честно, я не очень понимаю, что мешает вам это сделать. И понятно, что отношения ваши можно назвать какими угодно, только не доверительными. Какими угодно, только не взаимно позитивными. Это, безусловно, понятно, понятно, что это так. Ну, так вам самой необходимо выстраивать ту форму отношений, которую вы хотите. Вам самой нужно выстраивать тот вид отношений, который вы приемлете для себя. Вам самой нужно это делать, формировать его. Понимаете? Вот это, пожалуй, и является самым главным ответом на ваш вопрос. То есть, понимаете, как? Вы говорите, вот, мои родственники, там, ведут себя вот так плохо и вообще, да, ко мне не прислушиваются и так далее. Ну, так вы же сами, получается, им позволили. Вы сами, получается, позволили им так с вами обращаться. Ну, вот, и попробуйте подумать, почему. Попробуйте подумать, с чем связано такое вот отношение к ним. Почему вы не можете отстаивать то, что вам важно, то, что вам ценно, то, что вам необходимо. Вот такой вопрос нужно разобрать. И тогда, я думаю, проблем у вас будет существенных меньше. Как вести себя с родными, вы, безусловно, разберетесь сами. Я не думаю, что мы можем вам в этом подсказывать. Но, как бы вы не выбрали, какую бы модель поведения вы не выбрали, вам нужно понимать, что это будет продолжаться. То, как они себя ведут, это будет продолжаться снова и снова. Но, до тех пор, пока, значит, вы не решите реализовать свои собственные интересы. И, реализовав их, вы можете, сможете, наконец, получить то, что вы хотите для себя. Но важно понимать, важно очень хорошо понимать, что это невозможно без недовольства с их стороны. Невозможно сделать что-то для вашего блага, без того, чтобы как-то, к сожалению, не ущемить ваших родных. И вот вам, как раз, это нужно сделать. И вот, что вам мешает это сделать? Это вот уже вопрос. Может быть, мешают какие-то установки, какие-то, я не знаю, какие-нибудь взгляды, какие-нибудь ценности. Может быть, боитесь вы чего-то. Много может быть причин. Важно, что, так или иначе, эти причины вам вредят. Вот чем быстрее вы это для себя осознаете, именно этот момент, чем быстрее вы его для себя примете, тем быстрее разрешится ваша ситуация. Чем быстрее вы увидите выход из нее, а выход найти нужно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, напрощайтесь в личику. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!